И Виталий Барабаш, начальник Авдеевской городской военной администрации, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Слава Украине. Героям слава. Ну вот, мы вместе посмотрели сюжет, да, и Авдеевское направление сейчас одно из самых горячих. Враг пытается взять город в кольцо. Что сейчас происходит на подступах, и какая интенсивность боев, обстрелов? Очень, очень горячо. Вокруг города, на позициях, в самом городе. Это выражается в десятках обстрелов по городу, в сотнях обстрелов по позициям около города, вокруг города. Это иногда 10-12, иногда и больше ракет, авиаракет в город по позициям. Ну вот, проведя несколько дней в городе, знаете, день, ночь, день, ночь, пообщавшись с местным населением, не так, как мы иногда заезжаем, какие-то свои рабочие моменты обсудили, проговорили с ребятами и назад на выезд. А вот именно действительно несколько дней пробыл в городе, понимаешь, что город, он реально, ну вот каждый день он меняется. Он меняется, и понятно, не в лучшую сторону. Количество обстрелов, ну вот днем мы были, ну были какие-то разрушения. На следующий день, проезжая или проходя там же, мы видим там, ну дополнительно там секции многоэтажного дома нет. Когда люди, знаете, вот еще даже полгода назад, где-то встречаясь с местными, где-то на улице, общаясь с ними, все равно какие-то шутки, какие-то прибаутки, все всегда радостно встречались там, ну вот. Какая бы тема ни была разговора, то вот я обратил внимание, что люди, да, здороваются, да, но улыбок вообще у людей на лице совсем нет. А видите, вот в сюжете была информация, что некоторые, некоторые, совсем их немного, единицы, почему-то принимают решение и даже возвращаются назад. Куда они возвращаются? Сложно сказать, куда они возвращаются. Знаете, с одной стороны, мы проводим эвакуацию, уговариваем людей, опять же, в этом же сюжете был, да, про дедушку с бабушкой. Бабушку не помню так визуально, дедушку помню, несколько раз с ним общались лично. И этот дедушка, он всегда говорил, я никогда не уеду из города. Да, они же 20 лет не выезжали, вот была информация, 20 лет не выезжали. Вот, знаете, прикладывая максимально усилий к эвакуации, чтобы людей уговорить выехать. И да, есть такие моменты, вот вчера, общаясь с ребятами, с коммунальщиками нашими, они говорят, пришли новые люди и говорят, а где можно телефон зарядить? То есть мы тут не в курсе. То есть куда люди возвращаются? В подвалы люди возвращаются в те подвалы многоэтажных домов, которые, как показывают, не выдерживают ракетного удара. Тут реально не выдерживая, и вот всю ночь, находясь в подвале, ну, иногда от этих ударов, ну, не знаю, десятки раз за ночь, подвал ходит ходуном, там штукатурка осыпается, там. Ну, я не знаю, как можно ехать в такие условия. Ну, вот к этому привыкнуть невозможно. И люди все равно возвращаются. Мы вчера, позавчера пообщались с одной из таких семей, которые вернулись буквально несколько дней назад в город, и задавая им прямой вопрос, зачем вы возвращаетесь, почему вы это делаете? На, как бы-то, их там комментарии сложно. Сложно что? Ну, вот в более спокойных громадах. Все свелось к тому, что, ну, они какие-то доводы свои приводили. Они, честно говоря, в большей степени были какие-то вот, ну, как по мне, выглядели, извините, там, знаете, ну, вот люди просто отмазку. Просто отмазку, чтобы от них отстали. Но вот когда уже прижимаешь их в разговоре к стенке, да, там, в кавычках, и они проговариваются, что здесь мы сидим, здесь мы живем, мы здесь ни за что не платим. Нам привозят гуманитарную помощь, продуктовые наборы, нам привозят гигиену, есть медицина. Какая? Вопрос второй, но она есть. Поэтому, а деньги там, как правило, те пенсии, которые получаются, они собираются на книжках, ну, на карточках, да. Ну, люди говорили на книжках, я говорю, так нет книжек, уже не Советский Союз. То есть, вот люди даже вот в таких терминах, общаясь, они говорят книжки, не книжки, карточки. А, ну да, карточки. То есть, люди вот, вот это вот, знаете, материальные какие-то непонятные условности побеждают реально, там, здоровый разум, там, не дай Боже быть или раненым, или убитым. Ну, я не понимаю этого, вот, от слова совсем. И опять же, люди видят, что у нас практически каждый день есть раненые, практически каждый день у нас есть погибшие, мирные, и люди все равно едут. А скажите, Виталий, вот была информация, что шесть детей остаются в городе. Может, она как-то изменилась на этот момент? И возможно ли вот принудительная эвакуация вот таких семей, которые подвергают своих детей смертельной опасности? Вы знаете, это еще один, ну, как по мне, один из самых сложных вопросов, которые у нас есть. Это дети, и вот эта вот цифра шесть детей, она нас прям как-то застопорилась, и ничего мы с этим не можем сделать пока. Не потому, что ничего не происходит, мы практически каждый день находим новых детей. Практически каждый день. У нас цифра шесть, мне докладывают, все, мы вывезли сегодня, нашли детей, ребенка, вывезли. Я говорю, ну, окей, минус один, пять, слава богу. Нет, этот ребенок, он у нас был неучтенный, да, там, извините за такое слово, неучтенный, да. И последний вопиющий случай был несколько позавчера. Нашли ребенка двухлетнего, родители, мама. Они сделали, ну, то есть в одном из зданий была лестница, лестничный марш. Там была кирпичная кладка, они ее частично разобрали, сделали себе там такую, как это на русском, схованку, да. То есть заложили ее картонными коробками, и они там, мама с двухлетним ребенком, они там прятались, когда к ним приходили или представители полиции, или волонтеры, или представители военной администрации. То есть они, и вот именно в этот момент они не успели спрятаться, и в этот момент их нашли. И ребенку два годика, больше года. Виталий? То есть, получается, они под лестничным пролетом и жили? Ну, прятались, да. Да, да, получается, ночью прячутся от обстрелов, да, когда приходит полиция, еще прячутся от полиции. Ну, да, вот поэтому и нужна, я так полагаю, что нужна такая принудительная эвакуация. Это ребенка нужно вывозить в какой-то... Но если детей из службы забирают из семей в сложных условиях, то и здесь должны, мне кажется... Конечно, конечно, да, вернулся, говорят к нам Виталий, да, да, продолжайте просто. Поэтому, ну, это просто нонсенс, а свелось все к тому, что... Ну, понятно, она была на истериках, эта мама, а свелось все к тому, что почему... Вот ты сидишь, сегодня мы их вывезли, слава Богу. Нашли слова белые ангелы, да, то есть уговорили. Ну, на старте-то был такой просто пресс негатива. А все свелось к тому, что они не ехали, потому что у нее есть брат, который боится мобилизации, боится идти защищать свой родной город, свою родную страну. И поэтому они сидят вместе с ним в городе. И простой вопрос я ей задал, говорю, ты вообще понимаешь, ты сравнишь жизнь своего брата, взрослого, я извиняюсь, мужика, с жизнью двухлетнего ребенка, который не может даже слово сказать, ну, не может принять решение, вы ему не даете, вы лишаете его в принципе будущего. Ну, вывезли, слава Богу, нашли слова. По поводу принудительной эвакуации, ну, вот, подходит все к тому, что, я думаю, в ближайшее время все-таки мы будем это делать принудительно, потому что, ну, вот, и так было много данного времени им для размышлений, для уговоров. Вот эти шесть детей, которые остаются в городе, с каждым из этих родителей общались, ну, не знаю, за последние две недели, ну, несколько десятков раз. И мы, и полиция, и волонтеры. Поэтому, ну, игры уже закончились. Тем более, видим ситуацию, что она действительно очень сильно обостряется. Вот накануне вы сообщили о решении эвакуировать работников ЖКХ. И какие службы пока еще останутся в городе? Или все выезжают? Пока больница на месте. Хотя тоже ведем с ними переговоры о том, что, ну, в этих условиях невозможно оставаться. Количество ракетных, авиаракетных ударов в город, оно только увеличивается. И, ну, вот, это решение очень тяжелое для нас было вчера его принять. Оно назревало, неоднократно поднималось этот вопрос о том, что коммунальщиков нужно вывозить хотя бы частично. И, ну, вот, последние два дня и два авиаракетных удара с четким попаданием и с пониманием, что били именно туда, ну, для ребят это было последней каплей. Ну, у нас много раненых коммунальщиков, много тяжелораненых, которые остались в бесконечности. Есть погибшие коммунальщики. И вот для ребят, ну, вот, вчера, общаясь с ними, ну, то есть я видел, есть такой термин у военных, поплавило, да, вот ребят поплавило, и чтобы не было большей беды, ну, я видел их состояние, пусть ребята на меня не обижаются, но, ну, то есть, ну, они сломались морально. Не все. Часть из них еще есть, поэтому эвакуация будет, она будет поэтапной. Мы понимаем, что эти люди, они обеспечивали сейчас расчистку дорог после обстрелов, они обеспечивали подачу технической воды на скважинах, они обеспечивали мобильную связь, запуская генератор для мобильной вышки, они обеспечивали работу генератора для зарядки телефонов. Опять же, тот же самый Старлинк стоял, чтобы люди могли приходить пользоваться, связываться со своими близкими, которые выехали не только на территорию Украины, а и куда-то там в другие страны. Но вот будем пытаться как-то сейчас поэтапно, по чуть-чуть, хоть как-то что-то делать, но часть ребят уже вчера выехала, часть сегодня еще выезжает. Они выезжают с семьями, долгое время это обсуждалось. Повторюсь, мы не раз к этому вопросу приходили, но это вчера было очень тяжелое решение, мы это все понимаем. Да, спасибо вам огромное, спасибо вот за последнюю информацию и, конечно же, за вашу работу. Спасибо, всегда ждем в эфире. А я напомню, Виталий Барабаш, начальник Авдеевской городской военной администрации, был с нами на связи. Спасибо, всего доброго. Спасибо.